всем привет меня зовут наталья и вы находитесь на моем канале о вязании вчера я вам в видео сказала что скорее всего на следующей неделе влога не будет так как все в отпуске и на каникулах но решила хотя бы по чуть-чуть поснимать эти дни пока есть возможность и может быть собрать какой-то небольшой влог из кусочков я доделала заказик вот такой зайка с плюшка и погремушка с шуршающими ушками вот к этому органайзеру погремушка это мой мастер-класс здесь мастер-класс сборной тело взят взята за основу с мастер-класса ольги аскарова бесплатного на youtube но я удлинила ножки и немножко вот здесь переделала голова это голова от вот этой погремушки но в общем уже нельзя это назвать чем-то мастер-классом здесь у меня сборная солянка в этом зайчики и каждый раз я вот собираюсь запишу 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 как я его вижу чтобы следующий раз просто открыть свои записи и уже не вспоминать не придумывать но все равно я не записываю вот сейчас опять я не записала где сколько я рядов делала и в следующий раз когда его закажет однозначно опять буду сидеть и вспоминать высчитывать по фотографии так это вот заказик сейчас буду его фотографировать и отправлять и и и что сегодня еще вам рассказать я получила вчера пряжу забрала на валдерисе это упаковка розового джинса 74 это тот розовый который у меня расходится просто упаковками но он очень красивый я думаю кто вязала все его знают то и джинсы вяжет и упаковку заказала 110 желтого потому что не могу его найти нигде в магазинах но немножко разочаровалась к счастью у меня только погремушка с таким воротничком лягушка можно в принципе переделать воротничок потому что тот желтый который у меня был раньше этот же цвет 110 но видно да что чуть-чуть он отличается этот был более теплый цвет оттенок здесь наоборот более холодный если честно я уже подустала от того как производители меняют палитру я не понимаю зачем это делается это вот заказываешь каждый раз пряжу и прямо в предвкушении очередного квеста подойдет цвет или не подойдет особенно если вот на что-то довязать не хватить вот у меня и не хватило вот у меня есть погремушка лягушка с вот воротничком из вот этого цвета я еще вязала тянучку лягушку вот там лапки у нее такого же цвета но тянучку купили отдельно погремушка осталось и я к ней думала еще связать или тянучку или вот развивающую лягушку которая именно игрушечкой с длинными ножками и заказала пряжу ну я это заказала потому что у меня этот цвет закончился и в моем магазине где беру постоянно его нету давно уже в наличии заказала пряжу заказала упаковку потому что упаковкой на вал бересе выгоднее заказывать чем по одному по мотка там вообще какие-то цены просто неадекватно если один моток заказывать в два раза дороже и вот вот что пришло я уже последнее время просто начинаю игрушку если вот большую особенно какую-то я уже просто начинаю с нового мотка потому что если вдруг у меня один моток и я закажу ну его не хватит и я закажу то не факт что придет такой же оттенок так что вот здесь с этим желтым опять да не сильная разница но ее видно опять очередное разочарование буду вязать лягушку но еще не решила какую ну тянучку мне по-любому надо не решила еще буду ли вязать развивающую лягушку игрушку кстати по поводу тянучек мне столько много накидали вариантов кого можно связать просто фантазия у вас потрясающие пока что мне очень понравился вариант с обезьянкой из окташ еще и черепахой вот поэтому если вдруг я свяжу эти тянучки то тем кто предложил эти варианты я подарю мастер-класс ну и в остальных случаях тоже если еще будут какие-то интересные варианты которые понравятся мне тоже я с удовольствием подарю вам мастер-класс готовы ну вот как то так но это будет уже в апреле пока что я не планирую мне хочется сейчас единорожкой заняться вот все на этом сегодняшнее подключение заканчиваю если завтра будет что показать подключусь так сегодня следующий день пятница 17 марта я тут вижу лапку мишки то что я вам рассказывала в комбинезоне и хочу немножко поболтать и рассказать что я сейчас делала и что меня к этому довело я такая знаете сейчас на эмоциях постараюсь говорить особо без ладно не будем в общем если вдруг я сильно раз нервничаюсь я отключусь я сейчас отменила платную подписку на бусте но вернее я ее не отменила но написала пост что следующий мастер-класс который у меня выйдет в подписке на бусте не будет немножко расскажу вам о этой подписке эта подписка за 100 рублей в месяц которая позволяет открыть доступ ко всем моим платным мастер-классом у меня было рассчитано что эта подписка будет иметь знаете такое долгосрочное как бы сотрудничество с расчетом на долгосрочное сотрудничество и мне есть некая выгода то что человек но я не скажу конечно что мне есть прям выгода то есть мне выгоднее только то что человеку не будет писать мне лично он подписан и он все мои платные мастер-классы сразу видит и сразу скачивать для народа конечно было больше выгоды то есть вы понимаете да что мне как бы смысл был до такой подписки то что я или за каждый бы мастер-класс получала по 200 150 рублей или вы все 10 мастер-классов которые например на данный момент есть в доступе вы все 10 мастер-классов можете открыть за 100 рублей какая мне выгода никакой а подписчикам конечно выгодно было что делает народ я пыталась как бы не обращать на это внимание но последнее время во первых это очень сильно участилась а во вторых сегодня произошел такой случай который вообще меня просто вывел из себя что делает народ дело оформляет подписку за 100 рублей скачивают все мастер-классы и тут же отписываются то есть понятно да за 100 рублей получили все мастер-класс но сегодня ладно думаю как бы пускай это будет на вашей совести но что произошло сегодня одна дама подписалась скачала мастер-классы отписалась и начала через поддержку пусть и требовать свои деньги обратно вы считаете это вообще нормально вот я не понимаю каким можно быть наглым человеком и за 100 рублей тем более ты получил 10 мастер-классов нам даже не 10 там 11 если считать шарик елочный но я его уже не считаю он же не актуален вот это меня сегодня просто добила поэтому я решила что не буду больше делать добро таким случаем знаете я бываю даже иногда дарю свои мастер-классы платные ну вот правда вот хочется мне там бывает пенсионерам дарю но вот так вот поступать еще и требовать эти 100 рублей обратно я вообще не понимаю как можно быть таким человеком поэтому я закрыла все не закрыла еще но написала пост что больше я не буду добавлять новые мастер-классы в эту подписку посоветовала всем кто уже подписан скачать все мастер-классы и отменить подписку на меня больше я по доброте своей душевной и такого не буду творить как ко мне относятся знаете есть такое да как тебе относится так и ты относишься ну вот и я буду теперь так делать только почему-то это на хорошая пословица есть относись к людям так как ты хочешь чтобы относились к тебе но в моем случае не сработало ну хорошо относитесь так ко мне я буду также относиться я очень сильно извиняюсь перед теми подписчиками которые действительно по-честному оформляли подписки там можно оформить на месяц на 3 которые каждый месяц проплачивали но я очень надеюсь что вы на меня не в обиде потому что у вас есть 10 мастер-классов которые вы получили связи с этой подпиской мне также неудобно и неприятно перед вами но я по-другому не могу я не понимаю как сделать чтобы было удобно и приятно всем да потому что ну вот так нагло поступают ну что очередное подключение их как я и предполагала что пока все дома работы у меня толком не будет причем не видео снимает не вязать как бы это не печально было но сегодня уже 22 марта среда то есть последний раз по моему я вам подключалась в пятницу и за это время у меня всего лишь две готовые работы правда одна работа довольно таки объемная это вот такой мишка в комбинезоне ну вот здесь мне не очень нравится надо наверное было побольше зашить или сделать еще одну пуговичку но тогда будет не очень хорошо сниматься хотя знаю что многие родители когда заказывают игрушку в одежде наоборот просят чтобы она не снималась иначе эта одежда будет валяться просто отдельно поэтому здесь уже на любителя вот такой мишка у меня связался если я не ошибаюсь то канал называется сова вяжет это по ее мастер-классу не скажу что прямо сильно такая какая-то сложная схема нет но вот ножки тут надо вывезать да в принципе ничего сложного нет комбинезон у нее там мишка идет в штанишках на лямках я оставлю под видео мастер-класс ссылочку на мастер-класс и под прошлым видео я когда вам рассказывала что собираюсь вязать тоже оставляла у нее там мишка в штанишках на лямках и в шапочке эльфик я зимой вязала одного мишку в штанишках на лямки и в шапочке таком колпаке с длинным кончиком и 2 вязала тоже в шапочке с длинным кончиком но в комбинезоне комбинезон если штанишки я вязала по ее мк также как было вот в оригинале то комбинезон я вязала сама я уже если честно не помню как я повязала зимой но естественно у меня как всегда нет никаких записей сколько я себе говорю вот записывая потому что придется повторять и ты не сможешь ну как сможешь конечно но нужно будет опять все это сидеть просчитывать там возможно перевязывать не с первого раза все получится ну в общем вот такой мишка у меня в комбинезоне и я записала схему я вот думаю нужно снять мастер-класс на youtube по этому комбинезончик у потому что ну мишка так хорошенький то получается я думаю многим захочется повторить и именно вот примерно на такой размер я не нашла нигде мастер-класс и пришлось вязать самой причем тут у меня регланчик идет но вяжется спицами не крючком поэтому я-то схему записала вернее порядно как я вязала и думаю что наверное сниму на youtube сюда выложу этот комбинезончик и вот такой наборчик у меня получился я кстати последнее видео сняла там было отдельное видео и я рассказывала где я продаю на каких площадках своей работы но там я заикнулась за авито и подумала так а почему бы и нет опять не попробовать выставиться на авито и наверное кто там хоть раз покупал или продавал знают что авито есть такая функция как авито доставка я-то ее пока подключила но если честно сомневаюсь поэтому если кто пользуется этой функцией расскажите пожалуйста как вообще все это происходит и насколько это удобно потому что я так поняла что покупатель может выбрать абсолютно любое любую любой сервис да то есть это почта может быть там dpd сдэк что там бог сбери есть еще там что-то сберлогистика по моему и я вот думаю насколько мне это будет удобно бегать по городу искать вот эти вот у меня например я там только почта но как относительно рядом и более-менее в пешей доступности сдэк боксбери вообще нигде здесь рядом нету dpd то же самое я даже не видела нигде и вот я думаю насколько это вообще будет удобно и стоит ли она того чтобы подключать авито доставку нос если подключена эта функция то объявление естественно высвечивается по всей россии не только в моем городе но вот такой наборчик в общем то жду от вас ответа по авито доставке если кто вязал отправлял у меня все на визуальную тему и связался осьминожка на наличие как я вам и говорила я сделала фотографии у меня сейчас осьминожки в четырех разных цветах я сделала фотографию давайте вам ее вставлю и у меня опять такая мысль шальная закралась связать осьминогов в разных разных цветах и сделать фотографию знаете он такая по кругу разложены то есть вот здесь щупальца в круг и они вот так вот но это нужно наверное у меня там четыре блин штуку 8 наверное чтоб красиво было и естественно в разных цветах ну не знаю стоит ли навязывать просто в шкаф в цветах которые не факт что будут пользоваться спросом потому что вот например сейчас у меня два заказа на осьминожки и в обоих заказах те цвета которых у меня нет наличие то есть я вижу одно а покупатели хотят другое там заказали одного сиреневого с разноцветными щупальцами но я вязала его когда-то не так давно у меня он есть в инстаграме а второго заказали бежевого с коричневыми щупальцами коричнево-белые но вместо щупальцев там был молочный у меня добавлен попросили розовый добавить ну вот как бы вроде бы и интересно но а вот те игрушки которые у меня уже связаны наличие они продолжают оставаться у меня так что я сейчас делаю вот у меня два заказе к там в одном заказе осьминожка и жирафик жирафик у меня есть наличие дам его из наличия и во втором заказе у меня осьминожка и органайзер это не одновременно примерно поступили и мне нужно до середины следующей недели их сделать я сейчас у меня не закончен органайзер из молочной пряжи лежит он у меня надо довязать и у меня сейчас начата вот это за ушка в платье это вот ближайший фронт работы на несколько дней до конца недели как минимум ну надеюсь что я все-таки сейчас поактивнее буду работать все на этом буду подключение заканчивать как только будет что еще рассказать и возможность подключиться обязательно подключусь всем очередной привет сегодня пятница уже 24 марта вообще думала подключиться в понедельник все показать рассказать и уже выпустить влог но скорее всего у меня заказики на выходных один точно заберут поэтому не думаю что подключусь сразу сегодня с пылу жару все покажу что я связала по суда последние два дня и со спокойной душой отдам заказчица потому что заказчица местная и скорее всего приедет на выходных заберет как вы уже видите связано у меня два осьминожки вот этот мне вообще очень нравится он такой нежный получился вроде бы и цвета присутствуют довольно яркие но из-за того что они такие как бы вроде бы яркие но и постельные они получились сочетание нежно смотрятся мне нравится и думаю что заказчица тоже должно понравиться у меня уже был осьминожка примерно в таком сочетании но не было белого там и вот это вот оборочка юбочка с бантиком были желтые здесь и по согласованию заказчицы решили сделать белое мне кажется смотрится еще наряднее и вот такой осьминожка здесь нет колечко и нет погремушки это просто игрушка и здесь попросили добавить вместо молочного но я по-моему вам рассказывала в предыдущем подключении вместо молочного розовый попросили добавить такой но это не розовая как телесный цвет к этому осьминожки в набор забирают ну не то что в набор а просто вместе с ней забирают жирафика игрушку а с этим осьминожкой у нас идет в набор тоже связан за эту неделю вот такой органайзер как всегда с сердечком из остатков пряжи но я его в этот раз связала не из бисквита а из вот такой трикотажной пряжи moon это кстати наверное правильно читаю надеюсь что правильно это кстати как оказался наш российский производитель город калуга меня просто девушка прислала прям фотографию с моточком этой пряжи и там цвет был написан капучино вот он и она спросила могу ли я в таком цвете сделать органайзер ну я быстренько его в алберисе набрала да он там был и был именно этот цвет я посмотрела по характеристикам характеристики такие же как и у бисквита там по моему только в весе моточка чуть-чуть разница на там не вообще не принципиальная по толщине такая же она идет и я решила что в принципе она подойдет в замену бисквита заказала именно то что хотела девушка и цвет все но было интересно естественно попробовать как она по сравнению с бисквитом но скажу что возможно вяжется она чуть-чуть полегче не глобально но по готовому результату мне кажется что бисквит как-то поинтересней смотрится он блестит что ли немного а здесь этого блеска нет может быть конечно это зависит от цвета по цене сейчас на вал берез без всяких скидок все цвета от этого производить производителя идут 430 рублей но у бисквита средняя цена такая же там если поймать по акциям то можно там за 360 380 390 купить но это бывает вот только по акциям это не всегда а здесь 430 и я просмотрела цвета такие же как и у бисквита мне кажется что они вот прям один в один содраны но если там например бисквит белоснежный кокос то здесь написано просто кокос ну пломбир тоже и здесь пломбир капучино я по моему не вязала из такого цвета бисквита чтобы сравнить нет у меня никакого кусочка моточка ну в общем скажу так что если например по цветам нет в наличии бисквита пломбир до грунт например то можно взять вот этот но все равно как бы именно по качеству нити по готовому варианту мне без бисквита нравится больше но я еще хочу какой-нибудь другой цвет попробовать в принципе по цене тоже самое получается поэтому нет особо разницы все вот этот три работы которые у меня связались за эти два дня но в принципе тоже неплохо с учетом того что работаю довольно таки мало и в основном только по ночам сегодня я буду в свободное время сегодня завтра заниматься зайкой в платье нет у меня ни одного набора я их еще собиралась начале недели сделать но так как поступили заказики пришлось заниматься заказами и пока у меня срочных заказов нет там есть один заказ но он уже наконец следующей неделе я пока за него не берусь поделаю на наличие кстати о заказах как-то я вам да в предыдущем видео же у меня было про ярмарку мастеров и я там рассказывала что с ярмарки поступают в основном заказы оптовые вот на днях мне написала девушка на ярмарке написала так интересно ну наверное не все понимают что такое ручная работа и сколько затрачивается времени на изготовление одного изделия написала сколько в есть ли у вас возможность предоставить отчетные документы для бухгалтерии после этой фразы я поняла что это скорее всего фирма какая-либо или п и сколько по времени уйдет на изготовление партии порядком 50 штук никакой по никакие игрушки не вообще для чего ну для чего я обычно не спрашиваю но хотя бы какие игрушки интересуют написать так как то надо потому что на одну игрушку если например на погремушку уходит два часа то на игрушку тянучку уходит день ну как вот я могу без объяснения какая игрушка интересует сказать сколько я буду вязать 50 штук ну я и ответила что документы смогу предоставить отчетные потому что у меня самозанятость там обычно нужно счет и потом чек насколько я знаю акт не требуется ну по факту можно то и и акт сделать как бы это не проблема для меня по крайней мере ну и договор если они хотят заключить а по поводу сколько времени уйдет на 50 штук спросила какие именно изделия интересует она написала что интересует ее тянучки игрушки но им бы их в два раза поменьше то есть до 15 сантиметров это слишком большие какие у меня у меня не с ручками ножками длинными тянущимися около 30 там даже 30 с чем-то получается и по цене по бюджету они не проходят им бы что-нибудь подешевле ну думаю понятно все с вами как бы переделать то игрушку я могу в поменьше но по цене она не намного дешевле будет а я так понимаю что они имеют ввиду если игрушка в два раза меньше то она и по цене будет в два раза дешевле но нет потому что по факту тех же телодвижений там требуется не намного меньше и я и написала что извините эти игрушки сделать меньше настолько меньше невозможно ну думаю наверное наш разговор закончен нет она пишет дальше понятно нам вот у вас понравились маленькие игрушки там жирафик что еще написал жирафик мишка я и написала что до маленькие игрушки есть жирафик есть мишка зайка бегемотик они вот примерно там жирафик около 17 сантиметров зайка мишка до 15 как раз вот то что им нужно как я понимаю написала сколько я за сколько я смогу сделать 50 штук написала стоимость к игрушке там жирафики у меня подороже мишки зайки подешевле и она написала да хорошо я отдаю ваши как бы предложение на рассмотрение и я решила ей добавить что работаю по предоплате 50 процентов к чему она была явно не готова в общем после того как я написала про 50 процентов наше общение с ней закончилось поэтому всем советую вот и как раз недавно у кого-то из девочек выходила а у кати по моему которая плюшевые игрушки вяжет мастер-классы котик басик который тоже по поводу предоплаты и тоже хочу вам вам обратить ваше внимание всегда берите предоплату потому что вот видите как быстро человек слился после того как я написала про предоплату может быть конечно она еще напишет мне опять то есть я же прекрасно понимаю что пока это все там согласуется рассмотрится согласуется скорее всего это еще не мой вариант единственный у них на рассмотрении пока это все дойдет до дела но пока что вот как только я написала про предоплату наше общение с ней закончилось поэтому берите предоплату всегда народ бывает разный все на этом все давайте подключусь с вами в понедельник покажу еще что связала может быть будут новости по поводу вот этого большого заказа я не очень хочу если честно за него браться но мне интересно повязать вот эти маленькие как раз игрушечки и сделать фото а им нужны я так понимаю что в разных цветах причем неважно в каких потому что как бы когда хотят определенный цвет сразу спрашивают а здесь как бы и игрушки не обязательно прям какие хотели и она написала сорти поэтому мне интересно было бы поработать с таким заказом чтобы потом сделать красивые фотографии игрушек в большом количестве одинаковых поэтому подождем вдруг еще что-то выгорит с этим заказом но если честно особо не расстроюсь все до следующего подключения ну что сегодня у нас уже понедельник 27 марта и я как и обещала буду заканчивать этот влог и сегодня его смонтирую и уже будет он на канале за выходные я немного успела сделать но наборчик все равно связала надеюсь что теперь у меня попродуктивнее будет работа хотя я тут новое обучение ввязалась потом попозже расскажу что это и для чего но это один из моих планов которые я себе ставила на год кстати о планах я сейчас недавно просмотрела я выполнила уже практически все кроме вот этого обучения и связанного с ним проекта и открытие полочки аренда полочки в магазине своя полка но там тоже я попыталась насколько вы помните я вам уже проект рассказывала позвонила им но они меня записали в очередь но очень большая очередь идет около пяти месяцев сразу предупредили если я не ошибаюсь я это сделала или в конце января или в начале февраля в конце января наверно на то есть получается как минимум к лету возможно моя очередь дойдет ну я если честно не особо так как бы и надеюсь на этот магазин и на продаже там потому что насколько я понимаю в таких магазинах продаются недорогие игрушки у меня маленьких из игрушек из полухлопка таких вот прям ходовых типа брелочков нет кстати по поводу брелочков есть у меня одна идея очень часто спрашивают покупатели мастер-класса на тянучки а есть ли такая же тянучка но мастер-класс как сделать брелок я решила что я попробую сделать брелок то есть в уменьшенном размере естественно он будет другой там не будет настолько все подробно и детализировано в самой игрушки потому что это будет маленькая игрушка я не очень понимаю как сделать чтобы она была детализированная в общем я попробую если у меня получится то я сделаю мастер-класс если не получится ну значит не получится на это тоже как бы нужно вдохновение нужно время из готовых у меня за выходные наборчик и сейчас я буду заниматься обучением и буду заниматься лягушкой тянучка которая мне нужна для фото общего как я и говорила 3 тянучки сразу сфотографировать потому что зайка у меня есть жирафик есть а вот лягушки лягушку забрали и лягушку я больше так и не связала так и давайте покажу наверное покупочки одна из покупочек это пряжа бисквит опять была хорошая скидка на валбересе и девочки мне стали скидывать за что вам большое спасибо если кто-то видит распродажу кидает мне что так на валбересе распродажа заходите смотрите и вот я заказала получается два цвета розовый я хотела чтобы был просто как для наличия а вот этот у меня есть наличие но это ходовой цвет его всегда забирают очень быстро поэтому заказала еще одну такую катушечку пока по скидке она по моему было 380 рублей так она под 450 идет и вот смотрите насколько разница в матках даже визуально видно видно вроде бы да на камере то есть вот этот розовый он намного меньше чем молочный и это к вопросу о том что не хватает пряжи бывает вот видите почему не хватает здесь я взвесила 320 грамм а здесь почти 350 грамм но тут и производитель допускает погрешность длина 100 плюс минус 10 метров 10 метров вы представляете да что такое где-то 10 метров плюсом а где-то минусом а вес 330 грамм плюс минус 30 грамм ну это тоже довольно таки большая погрешность поэтому ну вот так и получается что какой-то цвет идет хватает матка еще и остается а какой-то цвет вот он не хватает я думаю что вот здесь в розовом у меня как раз таки возможно была бы проблема если бы я вязала как изначально вязала ну да ладно это чтобы просто знали имели ввиду и я получила посылочки с алиэкспресс сейчас чуть-чуть пошуршу ну вот это вот пищалки вот они такие заказала 20 штук у меня там еще есть чуть-чуть я в принципе их не очень часто использую дальше вирочки вот такие у меня уже были с золотой надписью я их креплю на органайзера и заказала из этой же серии только с белой надписью но почему-то мне на фото казалось что она все равно как-то лучше ее видно в общем вот видите да как будто здесь даже ничего не написано если честно не знаю даже буду ли я их крепить но возможно и буду потому что вот например золотом мне не очень нравится слишком как-то пафосно что ли выглядит а вот здесь вот конечно надпись практически не видно вам наверное на камере так вообще не видно ну ладно посмотрим ссылочки оставлю под видео пришло кстати все довольно таки быстро и здесь уже порваны грызуночки еще не открывала у меня тут в основном лошадки пять лошадок и два вот таких ну заказывала сразу по несколько штук лошадки вообще всегда самые ходовые с ними больше всего грызунков заказывают а вот эти закончились у меня и решила тоже заказать 2 чтоб уже шли все вместе побыстрее дошли по одной штучке чтобы не заказывать все наверное это все о чем я хотела вам сегодня рассказать буду заканчивать свой влог буду его монтировать монтировать в этот раз придется много потому что много маленьких кусочков за полторы практически недели снято но зато влог будет подлиннее не на 15-20 минут а там наверное минут 40 получится все всем спасибо большое всем пока пока